Арам Петросян пообедал 4 дня. Он находился на сухой голодовке. Напомню, это тот самый 55-летний мужчина, который держал в заложниках посетителей, клиентов и сотрудников одного из отделений банка в центре Москвы. Здоровье подвело, адвокат рассказал. Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо и ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики сделали ему ряд уколов и рекомендовали не держать голодовку. Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку. На самом деле он ее объявил сразу же после того, как услышал, какая мера пресечения ему грозит. В СИЗО два месяца он проведет ближайшие. Он надеялся, что сухая голодовка станет инструментом и повлияет как-то на решение суда. Еще из доводов было то, что мама болеет. У нее диагноз болезни Альцгеймера и необходимо присутствие близкого человека рядом. Он ей суп варил, как же он ее оставит. Одно очень эмоционально была речь у Арама Петросяна, но это не помогло. О своих каких-то заболеваниях он ничего не сказал. Возможно, есть, конечно, хронические 55 лет, я напомню, мужчине. Лишний вес можем тоже наблюдать. Но, по крайней мере, никаких документов из больницы адвокат не предоставил, когда решали, какую же меру пресечения избрать. Апелляция в Мосгорсуде уже есть. Они обжалуют это решение и надеются на то, что изменят нахождение в СИЗО на домашний арест. Но, интересно, как же провел Арам Петросян эти 4 дня? Он даже крошку хлеба в рот не брал, не пил ни капли воды. Что за это время с организмом может произойти? Прямо сейчас узнаем. У Алексея Калинчева это врач-эндокринолог и диетолог. Алексей, приветствую вас. Насколько я знаю, в первую очередь под удар попадают почки и печень. Можете вы рассказать поэтапно, что было в первый день, что во второй, что в третий? Добрый день, Оксана. Смотрите, для человека в конституции нашего героя, в кавычках, голодовка, если она не сухая, никакой опасности вообще не представляет. Но она сухая, сухая. Ну, это у него она пока сухая. Я думаю, это он под воздействием адвокатов и родственников. У меня это решение. Вот несухая голодовка в течение одной-двух недель для человека в его конституции, повторюсь, не представляет вообще никакой угрозы. Вы говорите, неплохо было бы ему похудеть. Но Петросян-то, он четыре дня сидел на сухой голодовке. Просто интересно, что же с ним за это время-то произошло. А с ним ничего хорошего здесь произойти не может, потому что, как я его видел по видеоэфирам, у него там достаточно много болезней. От того, что адвокат не смог вовремя предоставить этих медицинских заключений, любому врачу эти диагнозы поняты. Скорее всего, что-то в варианте метаболического синдрома. По-моему, у него абдоминальное ожирение, может быть, там эстериальная гипертензия, там преддиабет и много чего другого. То есть это по-любому он нездоровый человек. Но у нас, знаете, вот я сколько таких выпусков новостей слышал, как человек только попадает вот в такие места, сразу вспоминает, что он болен. Да, вот до этого как-то он живет спокойно и не думает. Ну, естественно, в сезон даже здоровому человеку будет плохо и некомфортно. Ну, а о чем вообще можете говорить? Ну, Петросян-то как раз о своих хронических заболеваниях вообще ничего не сказал. Он только про маму вспоминал. И четыре дня все-таки, я напомню, не ел, не пил. Что случилось-то с его организмом? Смотрите, токсины накопились, обмен веществ очень сильно замедлился. Печень, почки могли отказать. Дегидратация. Он воду потерял. У него дегидратация. Поэтому сейчас он захочет, скорее всего, госпитализации. Вот при таких учреждениях есть больница, да? По-моему, ее там на загоне больничка называют, да? Вот он захочет сейчас госпитализацию туда. Все его победения, это рассчитано на реакцию приезда, сними там и какую-то шумиху вокруг этого. Вот он чисто этим темой занимается. Занимается, вот он всерьез обсуждать его, что с его здоровьем будет. Ну, как-то несерьезно. Ну, конечно, ничего хорошего не будет. Может быть инфаркция, может инсульт быть, может быть тромбоэмболия, но сгущение крови. Чем это грозит? Дегидратация, да? Кровь-то гуще стала. Естественно, если у него есть риск, ну, при сопутствующих заболеваниях есть риск тромбоэмболии, да, то, конечно, это может все произойти. Для этого воду надо пить. Спасибо. Спасибо, Алексей. Сейчас все понятно стало. Действительно, 4 дня сухой голодовки, это без воды и без еды, вот в таком состоянии, в таком возрасте, это очень опасно. Но не забывайте, Алексей Калинчев, диетолог и врач-эндокринолог, сказал, что все-таки обычная голодовка, она даже полезна будет. И не только Петросяну, но и нам с вами.